В Устьянском индустриальном техникуме на уходящей неделе был День карьеры. В феврале 2017-го из его стен выйдет 30 молодых специалистов. Повара-кондитеры, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, машинисты лесозаготовительных и трелевочных машин. А в июне дипломы получат еще 22 студента. Техники-технологи деревообработки и технологи продукции общественного питания. День карьеры — это встреча молодых специалистов со своими потенциальными работодателями, на которой, кстати, прозвучали конкретные предложения о трудоустройстве. Были на ней представители группы компаний УЛК, хлебозавода, руководители точек общепита и пекарен из Устьянского района. Мы должны знать, что в головах у наших детей, что они хотят дальше от жизни, чем они заинтересованы. Кто-то нашу профессию будет продолжать или это просто вот такое пройдет, но работать я не буду. Нам тоже это надо. В Мизенской центральной районной библиотеке в начале уходящей недели открылась комната памяти краеведа, уроженца и почетного гражданина Мизени Николая Анатольевича Окладникова. В молодые годы он жил в Наринмаре, был сыщиком. Уже на пенсии в 63 года участвовал в историко-географической экспедиции ушкуйников, которые прошли путь на лодках от Архангельска до Пустозерска, по Северным рекам, Мизенскому заливу Белого моря, оставив позади больше 1700 километров. Николай Анатольевич – автор 14 книг, знаток истории Мизенского и Печорского краев. В Пинежском районе горячо обсуждают результаты первых районных соревнований по дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Это был командный турнир на озере Плоское. Правила жесткие. Запрещалось кидать рыбу или даруб на лед, распивать спиртные напитки, выходить без разрешения из своего сектора. Участвовало пять команд. На все про все давалось два с половиной часа. По истечении времени судьи собрали пакеты с рыбой, затем взвесили их на электронных весах. По общему результату победила команда РПП. Впервые, наверное, рыбаки так радовались, что вместо рыбалки провели время как-то иначе. Всегда и проводится, где не особо много рыбы, и крупная, для того, чтобы не выпить популяцию. Потому что если столько спортсменов наедет, можно тут все выстегнуть. В Котласе на уходящей неделе страсти кипели вокруг проекта бюджета на 2017 год. Депутаты чуть не завернули первое же чтение. Причина – предложение администрации о приватизации пяти муниципальных предприятий всего за 300 миллионов рублей. Первая сумма – 115 миллионов – должна была поступить в казну в 2017 году. Большая часть депутатов отказалась от принятия такого решения. В результате состоялся компромисс. Муниципальные предприятия предложили приватизировать не с целью получения дохода в казну, а для того, чтобы позволить им выжить в условиях ужесточающегося законодательства. Главное требование – стопроцентное участие города после акционирования. Только когда глава Котласа Андрей Бральнин дал свои гарантии, состоялись решения и по приватизации, и по принятию бюджета в первом чтении. Ни о какой продаже на сегодняшний день ни долей, ни акций речи не идет. Решение только идет о том, чтобы начать процедуру преобразования из муниципального предприятия в общество с ограниченной ответственностью или в акционерное общество.